Всем привет! Интересно, много ли любителей шутеров остаются разочарованными после прохождения сюжета очередной игры? Ведь зачастую разработчики исключают из них возможность банального проявления фантазии от игрока, а отсутствие открытого мира и вовсе допускает прохождение только основного сюжета. К счастью, есть и такие умельцы, которые находят возможность соединения шутера и приключения с открытым миром, наполняя его множеством второстепенных персонажей, дополнительных заданий и не жертвуя при этом качеством основного сюжета. С вами IGM и мы представляем вам топ-5 шутеров от первого лица с открытым миром. Поехали! Пятое место. Открывает наш топ, возможно, самый стильный проект нашей пятерки – Borderlands 2. Это шутер от первого лица с опен-ворлдом и элементами RPG, выход которой состоялся осенью 2012 года. Разработчикам удалось сохранить все лучшее с первой части и перенести в сиквел, попутно добавив чуть более интересный сюжет, улучшенный геймплей и обилие искрометного юмора. Кроме того, открытый мир предполагает собой немалое количество побочных заданий, за выполнение которых вас ожидает достойная награда. Но, к сожалению, особой уникальностью они не блещут и не вызывают у большинства игроков никакого интереса к прохождению. А это в значительной степени портит впечатление от игры. Что же касается боевой составляющей, то здесь игра сделала скачок вперед и перепрыгнула своего предшественника. Враги стали умнее, стычки с ними динамичнее, а огромный арсенал оружия не допустит того, чтобы одна перестрелка была похожа на другую. Огромной сложностью создания игр с открытым миром является его многообразие. И здесь разработчики, ну если не на пятерку, то все уже кое-как справились. Единственное, что бросается в глаза, это регулярный респаун врагов на ранее зачищенных территориях. Не самая свежая мысль. Однако теперь игра по крайней мере не выглядит как богом забытая пустыня, которую вам надо пересечь ради выполнения очередного дополнительного квеста. И пусть Borderlands 2 не выделяется чем-то уникальным в плане боевой системы или ролевых элементов, зато она имеет свой неповторимый стиль, за которую ее и любят множество геймеров во всем мире. Именно поэтому Borderlands 2 заслуженно отправляется на пятую строчку нашего топа. Четвертое место На четвертом месте расположилась первая часть серии игр Crysis. Возможно, одну из самых графонистой серии на сегодняшний день. Конечно, вторая и третья части сильно превосходят первую в прорисовке деталей и качестве картинки, но именно первый Crysis предоставляет игрокам как можно больше свободы при прохождении основного сюжета. Конечно, полноценный открытый мир в игре так и не был реализован, но нужен ли он ей? Первому Crysis оказалось вполне достаточно широких игровых уровней, на которых игроку и так есть где развернуться. Вы можете лезть в лоб на врагов, укладывая их пачками из навороченных пушек, а можете пополно использовать возможности своего нано-костюма и проходить игру в режиме стелса. А можете и комбинировать, ведь обойдя врага в режиме невидимости, зачастую сложно удержаться от соблазна расстрелять врагов с той стороны, откуда они и не ждут вашего появления. Все это дает многим игрокам основания полагать, что подобие открытого мира в игре все-таки присутствует. Что же касается сюжета, то всем известно, что компанию Crytek любят за красивый графон, а не за лихо закрученные сюжетные повороты. Возможно, это и является основным минусом игры, потому что после нескольких часов беготни и перестрелок, многим игрокам становится просто скучно в нее играть. Но, несмотря на многие минусы, игра сработала, нашла своих фанатов и по праву занимает заслуженное четвертое место. Третье место Почетную третью позицию по праву занимает старичок нашего топа. Одна из самых атмосферных игр на сегодняшний день. Сталкер. Тень Чернобыля. Спустя более девяти лет со дня ее выхода, игра перестала нуждаться в особом представлении. Действие происходит в чернобыльской зоне отчуждения, которая стала своего рода пристанищем для тех, кто не нашел себе места в нормальном мире, и тех, кто желает обогатиться путем поиска и продажи редких артефактов. Мрачный и в то же время притягательный мир зоны таит в себе множество тайн и загадок. Смертельные аномалии, вооруженные противники, опасные и агрессивные мутанты – все это является большой опасностью для неопытных сталкеров. Однако лишь самых отчаянных и ждет награда – легендарный исполнитель желаний. Разработчики провели гигантскую работу и подарили игре атмосферу мрачного мира, полного опасности. Но, несмотря на это, в этот мир хочется возвращаться снова и снова, посидеть у костра под гитару и послушать сталкерских анекдотов. Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих, любителей этого дела назначен на 9.00. Этого дела брать с собой по две бутылки. Блин, так не смешно же. Ах, не охота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. Даже таким минусом, как откровенно глупые противники и абсолютно неинтересные дополнительные задания, не удается испортить впечатление от игры. Конечно, стоит отдать должное двум продолжениям, которые имеют свои большие достоинства. Например, чистое небо содержит более динамичные перестрелки, а зов Припяти порадовал новой системой дополнительных заданий, которые стали куда интереснее и более широкими локациями. Но именно сталкер Тень Чернобыля, по мнению большинства фанатов, продолжает являться лучшей игрой в серии и открывает тройку лидеров нашего топа. Второе место. Уже успели забыть, что такое безумие? Если это так, то мы с радостью вам напомним, потому что вторую позицию занимает всеми любимый Far Cry 3. Один из редких случаев, когда компания Ubisoft дала игрокам то, чего они действительно давно хотели. Здесь и динамичный экшен, и огромные просторы, где постоянно что-то происходит, и которые хочется исследовать. И интересный сюжет. А главное, харизматичный и на всю голову безбашенный главный антагонист. Ну а без дела главный герой точно не останется. Если же вам наскучила основная сюжетная линия, вы всегда найдете себе развлечение по душе, ну или приключение на свою пятую точку. В движении вас никто не ограничивает, поэтому вы всегда сможете отправиться зачистить пару-тройку аванпостов, забраться на какую-нибудь радиовышку или просто поохотиться на диких животных. Все это дополняет качественная прорисовка, которая радует глаз на протяжении всей игры. В итоге мы получили качественный шутер с открытым миром, одну из лучших игр компании Ubisoft и обладателя второго места нашего топа. Знаете, что вы спятили? Да? А? Проиграетесь самолетов, летаете, как птицы. Вы спятили? Клевая мобилка. Реально клевая. Первое место. Ну а бесспорным лидером является относительно недавний проект компании Bethesda – Fallout 4. Это проект, который заставил немало людей потратить деньги на покупку нового железа для своих ПК. И они не прогадали, ведь игра включает в себя все то, что необходимо геймерам всего мира на сегодняшний день. Здесь и прокачка персонажа, что также есть и в Borderlands 2, и прекрасно детализованная графика, и притягательная атмосфера постапокалипсиса, и увлекательный сюжет. Другими словами, Fallout 4 вобрал в себя все самое лучшее, что есть в играх, упомянутых ранее. Уже я не вспомню, когда Bethesda последний раз разочаровывала своих фанатов, а главной особенностью является то, что игрока никто не заставляет ничего делать. Вы в любой момент можете отойти от выполнения основного сюжета и отправиться исследовать пустошь, мир которой просто наполнен случайными событиями. Иначе говоря, Fallout 4 — это игра, которой почти все поигравшие в нее не имеют никаких претензий. Поэтому мы и отдали ей заслуженное лидерство в топе самых лучших шутеров от первого лица с открытым миром.